Сегодня в Белгороде, городе воинской славы и первого салюта, с самого утра царит торжественная атмосфера. В парк Победы, где развернулись настоящие народные гуляния, жители и гости города шли целыми семьями. С цветами, шарами, георгиевскими лентами на груди и безмерным спасибо в сердце за мирное небо над головой. С цветами, ялони и груши, поплыли туман над рекой, выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой. Для многодетных родителей Веры и Андрея Бойко и их троих малышей День Победы уже давно стал по-настоящему семейным и по праву занял главное место в их праздничном календаре. У нас воевал дед, у нас воевали бабушки, моя бабушка была в плену, то есть с детства действительно еще эти маленькие были в животе своих мам, а мы уже приезжали на парад и впоследствии уже с колясками. День Победы это самая любимая песня наших детей и я считаю, что это самый главный праздник не только нашей семьи, а нашей страны и дай бог здоровья всем ветеранам как можно дольше. И чтобы не только мои дети, но и их внуки могли их видеть. Все ветераны, чтобы мы жили, за нас свою жизнь отдали. И День Победы, он, вот мне этот очень праздник дорог. Скажи, в праздник! Такие картины сегодня не редкость. Молодежь не по указке, а по велению сердца благодарит поколение победителей за тот далекий май 45-го. Жительница областного центра Наталья Гупалова уверена, наша благодарность придает ветеранам силы и молодость души. Этому она учит и свою дочь Аню. Второй год дарим. Приходим с цветочками, дарим ветеранов, поздравляем. Многие ветераны очень радуются, многие плачут. Очень приятно, даже самой, когда даришь, очень приятно. Если бы они не выиграли войну, не было бы нас, не было бы моего ребенка. В славный день, кажется, сама природа торжествует, поздравляя тех, кто 68 лет назад приближал эту великую дату. Ветеран Великой Отечественной Игорь Андреевич Абрамов, вспоминая радостный май 45-го, едва сдерживает слезы. Сообщение о безоговорочной капитуляции Германии старшего матроса боевого корабля «Охотник Северного флота» застало в Архангельске. Мы стояли в порту, и, значит, когда услышали, я был как раз дежурный, выскочил, все стреляли, радовались, веселились. И, ну, нас еще задержали на пять лет, я еще служил. А сейчас я выражаю благодарность Богу, что война прошла не зря, что мы увидели и сейчас наблюдаем мир и красоту. Праздник в Парке Победы всегда проходит широко и весело. Этот год не стал исключением. Сегодня здесь были развернуты выставки рисунков, фотографии военного Белгорода, творений местных мастеров. А всем детишкам, пожелавшим сказать свое спасибо ветеранам, художники наносили аквагрим. Не стоит говорить, что самыми популярными были, конечно, рисунки военной тематики. Поздравляю с Ветелаемым, с Велым Парк Беды.